И все, привет, ребят, с вами мистер Ваня Кейси, я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик непосредственно пойдет на тему той самой замечательной легенды, которую я наконец-таки поднял, которая у меня до сих пор еще не апнулась дальше, это видос про 123 легенду сегодня, поговорим немножко, покатаем, да, и обсудим все, что у нас происходит в последнее время в игре. И я, честно говоря, был рад поднять эту 123 легенду еще и в момент своего дня рождения, по сути, на стриме, кто был тут, все это время зацепил, увидел, просмотрел. 123 легенда, ну, не знаю, как мне сказать, это, наверное, одна из самых важных легенд, которые я когда-либо брал, значимых, которые я хотел запечатлеть на стримах. Если вы знаете, что я в последнее время уже брал легенды с такой скоростью и с таким пофигизмом, наверное, да, то есть у меня не было какого-то интереса там записывать какие-то определенные там легенды, да, если это не какое-то там определенно хорошее красивое число, то я уже абсолютно не обращал внимания, да, там, какая у меня там легенда, что там плюсанулось, там, это было вообще без разницы для меня лично. И когда дело коснулось уже той самой 123 легенды, когда я уже полноценно начал подходить к этой цифре, я точно для себя знал, что ее надо определенно записать и признать для себя эту легенду очень-очень даже значимой. Все-таки, раз уж так сложилось, что в моем никнейме есть эти три замечательные цифры, то когда я получаю 123 легенду, она автоматически, автоматически становится как будто, как юбилей, не знаете. То есть есть там всякие там 50-е, 100-е, 200-е, да, но у меня есть своя определенная 123, да, и это очень круто, когда такая легенда появляется. Боже, я в минус упал, а тот же Гернаут тоже в минус? А почему я в минус, а тот же Гернаут не в минус? Вот это, конечно, не по красоте, если честно. Но это дефолтный банк, что я могу сказать. Как всегда он падает в минус, как всегда он руинит катку. Ну ладно, ничего страшного. Там же Гернаута вражеского тоже слили, это значит, что счет 1-1. Поэтому для меня, друзья, это очень такая хорошая, замечательная цифра, теперь мы движемся уже дальше, я думаю, что следующая легенда, которую я буду для себя отмечать, это будет легенда 150-е, я думаю, что до 150-е точно нет никакого смысла обозревать все эти легенды, потому что поднимаются они, как я уже сказал, довольно быстро, особенно если когда будут у нас всякие там ультра уикенды, праздники, дальше там уже новогодние, да, там все должны быть повышены. То есть там уже я вообще абсолютно не вижу никакого смысла что-либо обозревать в этом плане, да. Поэтому ждем следующей значимой интересной легенды. Я лишь могу в очередной раз повторить те самые слова, когда вы помните, я приближался к сотой легенде, да, и говорил о том, что там сотую я подниму через очень-очень долгое время, потому что тогда у нас легенды и очки, ой, вернее, опыт. Поднимался в боях очень-очень медленно, а потом хоп-хоп и резко все поменялось. И теперь я уже говорю вам сегодня о том, что следующий видос там, грубо говоря, с легендой будет только 150-й, да. То есть это при том раскладе, что это, ну, будет, я думаю, что не уж через столь длительное время, да, потому что, ну, я сам вижу, с какой скоростью поднимаются эти легенды. Да, и вы, да, мы же сами можете посмотреть, когда я поднимал сотую легенду, да, сколько времени с этого момента прошло. Я думаю, что там не такие уж и большие даты, поэтому определенно будем двигаться дальше. И я думаю, что это не так уж сложно сделать. Дело времени, в принципе, и до нее мы обязательно дойдем. Ну, а теперь давайте немножко, я думаю, что поиграем. Запикался я уже тут в Джиггернаут, да, в последнее время в матчмейкинге я катаю. Довольно-таки часто при том раскладе то, что у нас ввели, можно так сказать, новый эксперимент, да, в 16 на 16. Мне он, честно говоря, тоже очень понравился. Поэтому я на стримах уже играю, знаете, как не чисто там для галочки, да, потому что там надо постримить и все такое. И там условно много не катают. То есть сейчас я играю прямо вот реально в кайф и довольно длительный период времени. Ну и все эти катки, да, которые там и Джиггернаут, и все для меня как-то очень-очень даже интересно. И даже вот просто записывая видос там 16 на 16, мне вообще с кайфом можно покатать. И даже несмотря на то, что ты там формишь примерно те же самые цифры, а может даже где-то и меньше, все равно для меня матчмейкинг стал более как-то интересен, более динамичен, да, чего я и хотел раньше, чтобы у нас было в матчмейкинге. Поэтому давайте попробуем выиграть катку, 4-2 уже ведем, овердрайв я довольно успешный прожал Джиггера вражеского слила. Можно попытаться, может быть, даже сделать досрочку в этой катке и полноценно уже выиграть данное противостояние. Что касаемо легенды, то я 123-ю легенду, если не ошибаюсь, поднял пару дней назад, и вы уже сами видите, да, сколько у меня поднялось опыта до следующей легенды, да, то есть у меня до следующей легенды осталось всего лишь 60 тысяч. Это быстро и, ко всему прочему, это без, как я уже сказал, ультра уикендов, то есть если будет ультра уикенд, то звание будет подниматься еще быстрее. И это, конечно, очень хорошо, что я смогу поднимать и за каждую легендочку дополнительно поднимать по 40 кокри. К слову о кристаллах, сейчас мы закончим этот бой, и я бы хотел немножко тоже поделиться тем, что у нас вообще происходит с гаражом, потому что, ну, кто смотрит видосы на постоянной основе, тот знает, что я прокачиваю сейчас дроны, что прокачивал там, докачивал всяких хопперов, и я думаю, что сейчас вот катку закончим, и можно будет к этому тоже перейти и немножечко по этому поводу вам рассказать. Минута до конца, 6-2 ведем, овердрайв чисто в теории, наверное, у меня может быть будет, но надеяться на него не стоит. Надо, наверное, попытаться просто задамажить сейчас джаггера и попробовать его слизь, при том, что там тиммейты довольно неплохое количество урона уже накинули. К слову, ддшка на кд уходит, но хп-хп должно быть мало, должно быть мало, там джаггер нормально накидывал, да, тиммейты добили, хорошо, даже досрочку сделали, и почти 2000 получил, то есть это при ультравой кенде было бы почти четверочка, да, это при том раскладе, что я набил всего лишь 340 очков, и, ну, вы сами понимаете, насколько это жестко, да, фармить по четверочке закатку, при том раскладе, что ты набиваешь только 300 очков, поэтому делать выводы сами, кто там говорит, что там на 16, на 16 не фармится. Ну ладно, теперь уже заходим в гараж, прокачиваю, конечно же, друзья, дронов, о чем я говорил, да, уже по прокачкам у меня все потихонечку ближится к своему логическому завершению, но, правда, я продолжаю не ускорять прокачки дронов, а только ставлю их, и, понятное дело, что с каждой последующей прокачкой время увеличивается, и если раньше мне, чтобы там прокачать один шаг, надо было где-то около там 5-ти недели дней, да, то сейчас уже там и за десяточку переваливает, и, понятное дело, что не совсем уж скоро я докачаю все эти дроны. По кристаллам вроде как уже потихонечку цифры нормализовались, уже хоть что-то начинает копиться, уже вот миллиончик, как вы видите, у меня имеется, но я вам могу с уверенностью сказать, что это не так много, как кажется, да, то есть кто думает, что миллион это много, мне, чтобы все мои дроны, которые вот вы видите, да, 13-й шаг, 15-й, 14-й шаг, чтобы мне их все поставить на прокачку, надо в сумме где-то потратить около 300-400 тысяч кристаллов, чтобы поставить каждый шаг. Ну и первый дрон, который из тех, которых я в последнее время начал прокачивать, прокачается, это будет дрон Брут, это дрон, можно так сказать, дефолт, дефолт любого другого дрона, потому что он дает дополнительную броню и дополнительный урон, но он дает на 5% больше, то есть у вас плюс 10% урона и брони при фу прокачке, и по сути это дрон, который, ну, никто не использует, да, на постоянной основе, потому что смысла в нем нету, и по цене он тоже не такой дорогой, но я чисто для того, чтобы он был у меня, я его, конечно же, прокачал, а вдруг баланс поменяется по дроном, а его апнут, и сделают не 10%, а сделают 15, чтобы на нем играли, да, тогда уже будет в нем какой-то определенный профит, хотя даже те 10% возможно в каких-то моментах могут помочь, интересно мне только вот знать, например, с джиггернаутом идет эта дополнительная броня и дополнительный урон, если же не идет, то, ну, тогда такой себе, а если бы шла бы, ну, была бы нормальная темочка, был бы какой-то профит использовать данный дрон. Поэтому ситуация у нас следующая, что есть тут и, я не знаю, почему у меня так хаотично все пошло, да, где-то там 13%, где-то 14%, потому что, походу, я делал какие-то дроны, покупал раньше, какие-то позже, да, и поэтому так у меня получилось, что не у всех дронов одинаковое количество шагов, да, ну, брут просто быстрее прокачался, потому что там скорость прокачки была по времени, то есть быстрее, чем у других дронов, да, у всех остальных, если я не ошибаюсь, то там по времени все одинаково, поэтому у меня тут, что есть и 13 дней, да, о, 13 уровень есть, да, и есть и 15 уровень, но я думаю, что ближе к концу уже там эти цифры будут примерно одинаковые, они уже нормализируются, и все эти дроны будут, если уж, ну, в два уровня точно не будет разницы быть, я думаю, что максимум в один уровень, а может даже и потом они под конец уже приравняются, и там только чуть-чуть по дням можно будет дольше подождать, чтобы все эти дроны были фуловые, когда они будут фуловые, я думаю, что можно будет тоже по этому поводу вам рассказать, показать, и, возможно, начать тестировать те самые дроны, которые у меня раньше не были прокачаны, и которые я не тестировал. Если вам, например, такая вещь интересная, вы бы хотели, чтобы я в дальнейшем бы их пообозревал, то можете по этому поводу написать в комментариях. Ну, а у меня, друзья, на этом сегодня все, это, наверное, все, что я хотел рассказать по поводу легенды, по поводу гаража и по поводу того, что у нас вообще происходит на данный период времени на моем основном аккаунте. Пишите вообще, что вы думаете по поводу той самой 123-й легенды, были ли вы, например, на той самой званочке, потому что все это было у нас на стриме, видели ее, запечатлели, не запечатлели, но для меня это, наверное, такой значимый момент, который я все-таки хотел бы оставить в памяти видео-видеоролика, и чтобы это у нас все дело было запечатлено на канале. Обязательно прожимайте лайк, если понравится данный видеоролик, если не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Близимся к 10 тысячам, не так уж там много уже осталось, поэтому я думаю, что совсем скоро мы до нее доплывем. Ну, а у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok